всем привет вы на канале кайби и с вами екатерина недавно вышло видео на канале dtv animation новая волна мультов нас завалит вот кстати интересно вот что нам приготовить следующий год что какие проекты будут продолжаться какие новые проекты будут в новинку для нас вот по идее как бы в последнее время вижу иногда какие-то пилотные серии кто-то переводит озвучивают и так далее вот ну интересно кстати какие проекты все таки будут кстати говоря если я вдруг буду как-то невнятно говорить или что-то вроде я немножко приболела вот и вроде бы для вас это не слышно но у меня немножко горло побаливает вот и мне нужно немножко отдохнуть точно с точки зрения меня голос не отдыхал все это время либо же просто как-то психосематически как-то все сложилось ну ладно давайте-ка приступим к просмотру а перед тем как начать обязательно поставьте лайк данному 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 видео и подпишитесь на мой канал да 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 когда я перестану запинаться господи из-за усталости я просто ну ладно вы поняли в общем смотрим мультики 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 картинки некромантия оживляющие неживое дороче говоря анимация отдельно мы любим мультсериалы сделанные такими же людьми в интернете им как и ты сам что также как и ты любят когда картинки двигаются на месте правда является ли вы понимаете реальными людьми с их то работой это тот еще вопрос у нас стоит целый каскад в понимации что продолжает все в больших масштабах выходить и радовать нас с вами да еще год назад я делал подобный ролик и знаете что ролик потерял свои актуальности ведь мультов становится еще больше чем кто-либо предполагал то да потому что последнее время что-то новенькое появляется даже в иностранных всяких ресурсов какие-то свои предложения вот недавно я смотрела реакцию на искусство убийство конечно же в том дубляже который ну русском дубляже который я нашла на первых порах но в любом случае как бы и доберется и до киберкотов данный ролик пилот и так далее но но все равно что-то новенькое появляется последнее время вот и интересно что подготовит нам действительно на двадцать пятый год может не радовать что мультипликация становится все доступнее а проектов становится все больше а как все начиналось еще кучу лет назад мася не выходившая до вменяемого интернета игра оргии school 13 года school 13 я смотрел на дважды 2 вот и вроде бы потом он уже превратился как обозревательный какой-то контент то то есть там по пути это игр так далее в общем я думаю будут продолжение какие-то сильно нет к сожалению с мультами с индука и бесит от федора где еще даже не виднелась никаким фениксом а песенки теперь уж медиалайзера капец вставляли уже тогда а что сейчас целая прорва только что самообразовавшихся студий которые не только фигачат на заказы как обычно но и струячит своим авторским контентом наводнивший весь интернет хайпом гличи новорожденные авторские проекты что вот-вот выйдут или в течение ближайшего года или двух фанатских комьюнити или же фандомов становится все больше и это ли не радость даже учитывая современное тяжелое время для творческого человека ибо куда ни плюнь какие-то замедлений какие-то реестры блогеров все хотят youtube закрыть твич закрыть еще все закрыть не смотри вот именно вот как бы вот такая проблематика куда что выкладывать и тем более если говорить про российский сегмент то как зарабатывать тут стоит прям жесткий вопрос по поводу того сколько за это заплатят вот и конечно же очень сложно на фоне того что творится что меняется в мире все это сказывается на простых пользователей на тех кто просто хотел ну показать свое творчество и плюсов ко всему чем больше проектов тем большая конкуренция и если например специалисты каких-то там 2d 3d раньше можно было с легкостью зайти скажем так сферу вот это пониматься тогда то сейчас очень трудно очень трудно потому что очень много желающих много тех кто хочет этим заниматься но сейчас уже требует реальный скилл чтобы что было качественно сделано чтобы со вкусом и ну вы поняли вот сейчас намного сложнее все становится поэтому нихрена будь скучным грустным все бесит меня такое так что все люди что вопреки всему творящемуся хаосу пытаются дать вам капельку ну не знаю чего-то интересного или попытку что-то интересное тратят душу время силы бот кровь и другие жидкости цене короче такое говоря надо давайте же сегодня пройдемся хотя бы по части того каскада красоты что если еще не вышло то выйдет совсем скоро и первым я решил начать с кое-чего особенного ведь без преувеличений у нас под носом тут готовится настоящая синяя бомба и я это знаю потому что она со стороны достаточно близко вижу это бомба вот-вот разорвется диванный аналитик проект делался долго вы наверняка слышали него что-то где-то на фоне но его стиль вы лишь фрагментами просто кадрами не знаю скринами что я показываю сами поймете насколько этот стиль выверен всего секунды хватит а он уже врезается тебе в память немножко знаете по стилистике как бы это индивидуально но в то же время какая-то капелька откуда-то все-таки знакомы вот например вот этот персонаж вот этот персонаж который в маске немножко сразу почему-то южный парк напомнил который про персонажа который вот так вот вечно как говорится кейтни снова убили настолько качественный подход к работе со стилем я мало где видел так что вы легчайше начнете различать стиль аналитика от всех остальных вывернув все вплоть до того что даже цвета персонажей имеет значение для сюжета чем-то даже напоминает мне фишку вселенной стивена с градацией персонажей фракции по их цветам и ладно это лишь мои слова ведь я ближе всех могу смотреть как рождает этот проект однако не верите мне то посмотрите реакцию народа все кто бывают на различных фестах куда приходят анима надо будет смотреть показать свои проекты порой показывают там эксклюзивом заранее куски или фрагменты или половину эпизода который они почти закончили и вот один такой куда приходил ли он со своим аналитиком там тотальный разрыв был у всех кто увидел отрывок серии прикольно я не буду же я отрывок сюда вставлять ну понятно дело авторские права идет такой важный весь и мне не надо говорить что я искренне жду мультик ибо я видела этот отрывок как и все счастливчики с того феста и конечно не хочу во благо сериала заранее завышать вам ожидания но аналитик вполне может побороться за звание одного из лучших мультов на русском ю тубе в целом это детище нашего дорогого ливона и его студии rescue team рождалась уже три года туда в бух нам много сил и времени а так как у ливончика в этот самый день как только вышло это видео вообще день рождения да ему не говорил что я его сюда впихну в самом начале так что давайте вообще всем спорщим устроим ему подарок завалите активом тот самый трейлер чикадра я вам показываю вот он на экране надо бы запомнить кстати посмотреть отрывочек ранее посылки тоже в описании а потом пищите от восторга у него в телеграм-канале который оставлю тоже в описании там все это время были арты спойлеры и прочие приколы по аналитику мое любимое это вот это вот чудо ты живешь в городе в доме квартире чем зарабатываешь всяким разным кто твоя жена у меня и нет а чего долгая история сколько детей 1 а чего очень долгая история это как у трейлеров уже был отрывок на все так что подойти уйти от ответа это очень долгая история стах да и синопсисы пошли я ожидаю достаточно чего-то очень интересного королевские интриги те самые голоса у персонажей самые запоминающийся стиль и комедии сюжет блин игры престолов и еще уйма всего интересного вот чем вкратце может быть для вас диван и аналитик так что милости прошу побыстрее занять место фандоме пока первое место не разобрали и пока диван и аналитик радует меня своими холодными синими и голубыми цветами где-то в аду у нас все очень-очень красный да да говорить про в понимацию и не вспоминать адского босса было бы крайне тупо и глупо и я бы вставил сюда отель хазбин вообще именно пилот который и вызвал всю эту кавалькаду хайпа вокруг вивиены позволяет существовать и адскому боссу и любым другим проектом вивиен если они взбрендят и в голову я кстати хотела еще дальше продолжить смотреть адского босса на своем канале как раз таки с ним дубль жонту который залит в официальный в официальном youtube канале от самих создателей но я почему-то не могу дальше посмотреть не знаю может это как-то связано с точки зрения интереса может быть такое но надо в общем исправляться надо бы продолжить серию я получается первую серию на канале посмотрела вот и в ближайшее время посмотрю еще вторую серию но прошло уже кучу времени пилот вышел а хазбин уже спонсирует а24 и показывает вообще амазон так что адский босс который делается на деньги самый вивиен и донаты фанатов и покупки мерча босяра куда сильнее подходит вот в этот видос и это ни много ни мало наверное флагман современной воп анимации за счет и количество и качество два сезона огромный размах экшен куча фанатов по всему миру а то что хазбин и босс это одна вселенная хелловерс так вообще бустят друг друга в хайпе ежедневно тем более тот же адский босс также создает и межнациональной комьюнити ну то есть это банально наконец-то адского босса теперь озвучивают энди рекордс это не может не радовать фандомы объединяются а люди не важно каких языков каких стран могут все вместе любить их любимое произведение и рассуждать и персонажах критиковать ну и прочие интересности так что любой фанат веб-мультиков знает об оси и вивиен и рассуждать долго об этом нет смысла есть выслужить спросить у вивиена дно побольше сюжета они ведь ну да сюжета как-то маловато мне так показалось вот поэтому я не я не представляю как будет во втором сезоне отеля хазбина как там все будет разворачиваться вот и насчет адского босса я вообще предполагала вообще предполагала может быть до создательницы дойдет сделать так чтобы отель хазбин объединить в адский босса то есть точки зрения того чтобы чтобы пересеклись эти данные персонажи то что вот это хочется увидеть потому что я так понимаю вот вот как раз если взять персонажей главных и от оттуда и как раз таки в отель хазбин запихнуть это мне кажется самый класс будет и взрывное что-то будет если же такой момент не знаю если там опять будет какая-то битва как раз с этой мадамы которая я забыла как в английской версии ее зовут нам если был адам то вторая вроде как ну нашим в русском то это ева будет вот 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 как с ней например вдруг она очень сильная вдруг она такая тот еще босс который очень очень сложно его победить ну потому что хочется чтобы сюжеты если там хоть это но с селеной все происходит то почему бы не объединить это было бы классно пофиг пофиг то что хотя там тоже поют в адском боссе но я бы хотел бы это увидеть вот эти вот честно честно хотелось бы вот это увидеть хотя бы какую-нибудь пилотную серию как говорится или как там в наруте это было специальный выпуск во там же в наруте шипудэне там очень часто делали спец выпуск то могут могут они это тоже сделать по сути вот вечный плаки-плаки одной королевской совы ну там просто слишком длинная сюжетная арка с этим была подобных видео любой автор в такой ситуации должен вставить по идее свой мультик причем самого начала но так как я выбрал тактику радиомолчания до выхода чего-то серьезного я потому особо много про свой проект далекие земли особо не рассказываю так сказать не хочу заранее завышать вам ожиданий разве что показывают концепты и всякое другое в своем телеграм-канале комментарии откуда из ютуба кстати тоже попадают в эти видосы так что пишите однако это мне не мешает постепенно в потьмах сиять и создавать свое произведение а потому так скажем для аудио визуальной демонстрации того каким скорее всего в среднем будет мое произведение визуально это покажет краткометражка голем который выйдет под конец этого месяца буквально моим днем рождения да да а также клип которая делаю на 500 тысяч подписчиков а нас уже 600 давайте не будем об этом я его почти закончил я его делаю красивеньким и так далее а я уже ожидание извините так что больше информации будет тогда когда мне будет интересно показать а не просто рассказывать но предположительно я предполагаю это не заявление что мой мультик скорее всего выйдет где-нибудь в следующем году но предположение предположениями сами знаете как мир меняется примерно по такому же принципу попадает сюда и дайверсом от муды и пускай муда длительное время не делал роликов про мультсериалы и в принципе на долгое время выпал из просмотров с ютуба глупо полагать что его мультсериал дайверс он тоже куда-то пропал там мало того что выходит настоящая манга там проект скажем днем все близок к релизу куча обновленных тизеров и даже новые кадрики и сцены которые сунул сюда в ролик и все это переехало уже на отдельный канал сугубо по мультсериалу так что я вам тоже решил рассказать об этом дабы так сказать дать пинка по ютубовским алгоритмам ссылка на это тоже где-то там в описании многие моменты смотрится ой как сочно точно какое-то французское произведение напоминающие допустим вакфу или ласт мэна но не не мы французами мы едины а едины ну немножко бы спас поспорила бы немножко с вакфу но ладно ну не она мне очень понравился вакфу я конечно же не посмотрела вот как раз таки в этом году вышел следующий сезон как раз таки по после последнего сезона который давненько вышел вот и к сожалению я не находила русский дубляж может быть кто-то сделает это было бы прикольно посмотреть там действительно я покадрова слегка так видел но я решил себе не спалились что чем там все закончится вот но у меня понравилось и вроде бы вроде бы планируют еще еще пятый сезон но я думаю зачем продлевать то вы чего издеваетесь мне кажется все закончилось по моему мнению потому что ну что еще там показывать что еще там там у них и так дети там у них еще и это тоже есть свои драмы всякие плачевные моменты что еще может пойти не так хотя ладно мы не мы не создает ну ладно на фениксом долгое время феникс в целом был флагманом web анимации в россии на мой взгляд это не превращает их надо чисто в студийные мультфильмы с огромными бюджетами как тот же has been тут нужно понимать разницу масштабов в целом и пускай на данный момент неистовый хайп проектов какой-то момент пропал также внезапно как разрыв тетради в духе моей общаги но это не мешает многим проектом оставаться на слуху иногда даже блин быть ламповыми вот в начале я не особо видел смысл в мультсериале 13 карт спин-офф спин-оффом без смысла я его таким вначале видел но с каждой серии я все больше к нему как-то привыкал не знаю но я вот благодаря тех кто порекомендовал посмотреть 13 карт я по сути влилась и кто-то предложил комикс посмотреть видео тоже на канале можете найти вот как раз таки вот по комиксу более-менее понятно было для меня кто из них то каждый персонаж который является частью федора вот и конечно я понимаю то что там вроде бы фанатские версии дальше дальше пошли там свои варианты там сюжета и все такое вот и мне понравилось на самом деле но я сначала когда первую серию посмотрела тоже сначала не поняла о чем это но с другой стороны это знаете так расслабляет что ли очень интересно было наблюдать вот так вот такие серийные ситуации когда личности федора что-то вытворяют что-то пытаются сделать получается это или же наоборот все очень плохо получается но в основном все плохо там получается вот но мне мне прям цепляют вот такие анимации где там нету никакой жестокости мне нравится в основном такие спокойные чтобы цепляло и чтобы был какой-то смысл вот и ну просто чтобы все было хорошо я не знаю как правильно объяснить удивлялся разным подходом и стилем анимации которые серии в серию порой менялись и видел вещи по-настоящему жизненные лично для меня которая тоже не все поймут если не проходили через это и это меня вправду удивляло даже интересно чем скоро закончится 13 карт ведь и насколько я понимаю выход финала будет через несколько месяцев и серьезно финал люди кто грех не вспомнить гличей вот уж кто точно соперничает звание флагмана в понимации вообще это да особенно цифровой цирк сейчас проект у них идет мне вот интересно вот по дронам я вот читала в комментариях те кто там смотрел видео от самих создателей убийц и дронов как бы закончили специально арку но возможно возможно они могут продолжить но уже немножко с другой истории вот может быть когда-нибудь это не сделать но пока что цель у них конечно цифровой цирк в мире что ребята творят со своими удивительными цифровыми цирками и дронами которые только что завершились своим первым сезоном камон вот уж кто точно первее всех понимает что нужно было обычным зрителям они первые продвинули людей из кучи озвучек даже на русском от ndr они же вспоминают что мы как бы все в одной лодке и устраивает всякий глич эксы чтобы давать небольшой пиар пинок другим представителям в понимации туда звали синера пелла с его жутким месяцем лакадейзи что фору упоминать вообще отдельно так как уровень качества этих рисованных котиков просто заоблачный а ведь это тоже по пониматься и как бы серии новые будут я вам напоминаю я кстати недавно видела там киберкотов там озвучку трейлера про этих котов то и но я сам пилот кстати не смотрела вот я поэтому отдельно гляну что что из себя представляет данная анимация может быть тоже интересно может быть это как раз меня тоже зацепит хотя там ну ладно ладно это для тебя я так посмотрю минаю так что объективно флагманом сейчас является вивен но субъективно и лично для меня то это гличи не по страншеству как адский босс а по качеству и отдачи собственному делу ну и помощи другим ребятам у меня вот немножко напрягает то что в местами вроде бы я качество статьи не меняла но почему-то местами у меня то мы лица то не мы лица вот сейчас картинка нормально но я вроде бы ничего не трогала а мало видел чтобы кто-то так делал вот они уж точно заслуживают отдельного ролика про их творчество а ведь у них были не только дроны и цирк там еще метараннер был и другие проекты и анонсированные новые и ведь это далеко не все друзья в этих не смотрел тот же курьер что выживает вопреки самой вселенной у майка смажут или психоняшки которая конечно я смотрела начале прошлого года можно выродить проект нужно подходить с умом а как тут сохранить разум когда автора сериала то ли сталкерят то ли еще что-то эти истории из интернета это писец но проект уже многим полюбился и посмотрим может нас удивят еще не знаю целым сезоном что меня точно удивит когда metal family выпустят новые серии именно же выбираю как мамонт ну или как ленивец я ведь как фид одиноко азидаясь и мультики а тут даже ледниковый период 6 анонсировали может мне устроиться на официальный дубля фида по ходу ведь я очень красиво кстати вот по поводу в metal family на самом деле я узнала историю почему серии старше то не снимали там как раз ки была ужасная ситуация вот на как раз таким у создателей metal family можете перейти там есть два ролика первый который как раз таки все рассказывал ситуации в чем что вообще произошло то есть получается их киданули на деньги то есть где они организовывали получается как раз таки фестиваль связан с metal family так далее у них там вообще не не выплатили потом деньги и причем очень долгое время не платить не хотели вообще деньги им отдавать заслуженные то как сколько они заработали вот и из-за чего представляется вот этот проект проект где художники рисовать у них даже еще игра вроде бы еще пока создается тоже как бы на стопе стояла вот я не знаю как надо момент продолжат ли они разработку или нет но после того после этого ролика наконец-таки видимо до них до этих людей дошло дошло это видео и начали люди как раз таки гневные комментарии и отзывы там писать они наконец-то деньги деньги вернули вот я тоже надеюсь что наконец-таки выйдут следующие серии по metal family вот я для себя смотрела на самом деле все эти серии вот но я жду конечно же игру серьезно ладно ладно если копаться повнимательнее то на ю тубе легко можно найти много других в проектов это до начинающих так и подающих надежды как прикольных так и странных короче говоря на любой вкус и цвет найдется что-то иногда это что-то оригинальное а иногда что-то основаны на уже существующем сериале виде всяких своих альтернативных вселенных и пускай сейчас да и всегда делать проекты было достаточно сложно нужно много упертости желания иногда денег а иногда нет ни того ни другого что сейчас озвучил и одно дело проект сделать и совершенно другое все забывают что сделано работу еще нужно научиться подавать людям прокричать на все округа за что-то сделал интересно это реклама в конце концов ибо к сожалению но это слова для авторов недостаточно проект просто сделать выложить ожидать что на тебя тут же свалится успех и слава да это очень сложно тем более ну даже если ролик и скинешь то ли какая вариант из того что посмотрит твой ролик ну маленькая конечно же поэтому да без рук без рекламы никуда к сожалению вот на самом деле на самом деле меня вот муж как раз таки участвует тоже в разработке одного будущего сериала но скорее всего когда-нибудь когда-нибудь вы увидите хотя бы трейлер вот и надеюсь надеюсь это будет классно потому что ну действительно та идея который там не создали это просто классно вот и конечно же я жду когда там будут первые серии когда это все сделает ну ладно это пока что на будущее уже не в 2012 году чтобы срабатывала тактика аля я сделал мультик про майнкрафтеров теперь у меня есть студия вот вы думаете сейчас река не описал а я описывал и других аниматоров которые рисовали мультики по своим западным блогерам по майнкрафту так что ищите пути если вы автор дружите с другими авторами кооперируйтесь если вы зрители увидели что-то подающие надежды то кидайте это всем кого знаете ведь сарафанное радио так или иначе работает если вы упретесь как баран и будете доказывать алгоритмом ютуба что этот мультик который нашел важен то рано или поздно youtube сдаст и такой ну ладно держи миллионы просмотров к сожалению я не смогу рассказать про всех потому что некоторые проекты опять-таки особо не занимаются своим распространением а иногда у них нет такой возможности а иногда люди забывают о проектах потому что серии слишком долго выходит типа у меня тогда происходит периодически сабдукции как бы мультик есть интересный но серии долго не выходит и я забываю о том что мультик есть или и нигал которая тоже вот-вот выйдет я нем знал еще до выхода трейлера однако многие такие проекты просто пропадают из твоего информационного пространства что меня немного расстраивает но смотря на все мной сказанное за время данного ролика я снова убеждаюсь в своих же словах ибо если youtube не пропадет авторов и зрителей извне перестанут кошмарить то мы друзья мои стоим на пороге рассвета в анимации как минимум для стран снг на западе этот рассвет давно уже произошел и там нет ничего удивительного что есть блогер который снимает мультик и вдруг бац у него вышел пилот мультсериала как у блогера эллис маркс вот таким же пилотом я смотрела или тоже дарья который выпускается еще свою историю про вампиров и насчет пропажи из информационного пространства вы же помните что мистер скалс как бы еще не закончился а мы ждем следующий клип на западе рассвет произошел уже давно от того бюджетов и проектов по их уровню безбашенности там великое множество нам и с вами-то чем хуже догонять надо так что будьте ну да придется дать в комментариях любому автору из мультиков что вы увидели сегодня на экране что их труды не напрасны ну или вообще устройте в комментариях обсуждений советуйте друг другу такие же веб-мультики которые вы нашли и считаете что они требуют большей огласки и поверьте когда зрители вот так вот помогают мультсериалу то мультсериал резко становится качественнее выходит быстрее а не то ли ты чего мы хотели верно а мне лишь остается сказать спасибо тем кто я вижу напрямую денежно поддерживает вы пони ну ладно в принципе мы посмотрели ролик и да на самом деле вот то что например я нахожу какие-нибудь анимации и смотрю для реакции это как раз таки тоже по сути является какая-то реклама то есть многие об этом например вообще слышать слышать не слыхали например про данную анимацию и и вот чему бы и нет если кто-то показывает то что ухты кто-то нашел что-то новенькое нужно посмотреть и и по сути также можно распространять информацию по этому поводу как какую анимацию мы нашли вот мы в итоге нашли и все такое но на самом деле на самом деле я вот очень хотела посмотреть культ ягненка я же одну серию же посмотрела там только одна серия есть только в дубляже а в других дубляжах там есть на самом деле серии мне вот кто-то писал в комментариях то что ну по сути ну должно же быть продолжать да есть но никто даже не озвучивает к сожалению по какой-то причине вот но вот я бы там еще посмотрел бы там там классно там разные различные ситуации но правда там на английском языке вот ну ладно пишите комментариях тоже предлагайте какие-нибудь анимационные такие проекты что можно посмотреть тоже и на моем канале и под видео дтв анимейшн тоже можете написать тоже предложить вот вот а на данный момент я с вами прощаюсь всем большое спасибо за просмотр и ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал если вы хотите подписаться на группу вк или на себе дискорта пожалуйста на youtube канале вы можете найти ссылки на группу вк или на себе дискорд всем большое спасибо всем пока